Я звоню сначала клиенту, которого мы идем ограничивать. Если он не отвечает, то звоним соседям, просим, чтобы они открыли дверь, чтобы попасть к электроустановке и отключить. Здравствуйте, Иркутская энергосбыт. Откройте, пожалуйста, дверь в подъезд. Спасибо. Попасть в квартиру неплательщика – это только первое испытание. Очень часто потом нужно напомнить клиенту, почему его лишают электроэнергии. Зачастую они даже не помнят, что их оповещали. По закону ограничить подачу ресурса энергетики могут, если клиент не платит более двух месяцев. Но обязательно собственника жилья должны заранее предупредить. Например, вручить уведомления. Способы уведомлений – это СМС с отчетом о доставке, телефонный звонок с записью разговора, уведомления по электронной почте. После получения данного уведомления у клиента есть 20 дней на погашение задолженности. Если за это время потребитель погасит долг, то электричество его не лишат. Бывают и случаи, как сегодня, когда клиент на месте полностью оплачивает долг через электронные сервисы и отключение отменяется. В век современных технологий не всегда инспекторам необходимо приходить в гости к должникам, чтобы ограничить ресурс. Удаленный доступ к умным приборам позволяет экономить время. Мы можем, точнее, через программный комплекс зайти, снять показания удаленного прибора учета. Также можем ограничить потребление электроэнергии через программный комплекс. Также дистанционно можно обратиться за помощью к энергетикам, чтобы избежать отключения в своем доме. Ситуации в жизни бывают разные и не всегда есть возможность сразу оплатить всю сумму долга. Отключение электроэнергии мера вынуждена для компании. Мы предпочитаем идти клиенту навстречу, предоставлять рассрочку, которую можно оформить на нашем сайте, либо через личный кабинет. Для предоставления рассрочки клиенту нужно оплатить 30% задолженности. Оставшаяся задолженность будет разделена на 3 месяца. В отдельных случаях рассрочку распределяют на 6 месяцев. Такой способ погасить долг поможет клиенту избежать отключения электроэнергии. Впрочем, лучше исправно платить по счетам, чем потом в панике решать, как вернуть домой коммунальные удобства.